Артур и Александр Иосифович Сауэссельг, 17 октября 1894 года, Иуса, Гапсальский уезд, Истилянская губерния, Российская империя, 29 августа 1965 года, Таллин, Эссер, СССР, эстонский советский военный деятель, участник освободительной войны Эстонии и Великой Отечественной войны, в годы ВОВ командовал 249-й стрелковой дивизией. Биография до службы в армии Сауэссельг был матросом на парусном судне, в 1913 году в городе Раквире окончил городское училище, затем работал электриком на цементном заводе в городе Азири. Первую мировую войну в декабре 1914 году добровольно поступил на военную службу и был зачислен во второй запасной батальон в городе Ораниенбаум. 15 июня 1915 года командирован в Третью Петроградскую школу прапорщиков, по окончании которой 15 августа того же года был произведен в прапорщике и направлен на фронт. До декабря 1917 года проходил службу в должностях младшего офицера роты, командира роты и батальона в составе 227-го пехотного Епифанского, 605-го пехотного и 768-го пехотного Граевского полков. Воевал с ними в Польше и Румынии, дослужился до штабс-капитана. За боевые отличия награжден орденами Святой Анны III СТ с лентами и бантом Святого Станислава III СТ с мечами, лентами и бантом Святой Анны IV СТ с надписью «За храбрость». В декабре 1917 года из 768-го пехотного Троевского полка убыл в отпуск. Будучи в городе Раквере, получил телеграмму о распуске полка, после чего с 10 января 1918 года, там же зачислен в 4-й эстонский пехотный полк начальником пулеметной команды. В гражданскую войну с ноября 1918 года Сауэсельк в звании штабс-капитана командовал батальоном в 5-й пехотном полку эстонской народной армии. С сентября 1919 года в звании капитана был командиром отдельного Качаловского батальона. В составе этих частей принимал участие в боях против Красной армии, за что буржуазным эстонским правительством награжден орденом Крест Свободы. С августа 1920 года командовал ротой в партизанском полку в Сакало. С декабря был командиром роты и батальона в 5-й эстонской армии в районе Верра, Раквере. С января 1923 года младшим офицером и начальником учебной команды 6-го полка эстонской армии в городе Пернов. С января по июль 1925 года капитан Сауэсельк находился на учебе на курсах кадровых офицеров в городе Таллин. По возвращении в 6-й полк назначен полковым адъютантом. С июля 1926 года командовал батальоном в Сакало-партизанском полку, затем вновь в 6-м полку в городе Пернов. С 8 октября 1928 года подполковник Сауэсельк слушатель военной академии в городе Таллин. По окончании которой в августе 1929 года назначен командиром 3-го отдельного батальона в городе Валк. С января 1930 года исполнял должность начальника штаба 2-й дивизии эстонской армии в городе Тарту. В апреле 1934 года был назначен начальником Таллинского военного училища. 14 июня 1934 года Артур Сауэсельк руководил тактическими учениями в Альдеке. По его вине произошел несчастный случай. В непосредственной близости от группы солдат разорвался снаряд, который выронил курсант Йоханнес Катай. В результате взрыва было убито 10 человек. 15 марта 1935 года Сауэсельга признали виновным в халатности и приговорили к 8-месячному аресту. С сентября 1936 года по январь 1940 года начальник Вильянского и Перновского военных округов. С августа 1940 года командующий 4-й дивизией в городе Вильянди. С вхождением Эстонской республики в состав СССР приказом НКО 15 ноября 1940 года Сауэсельг был зачислен в кадры РКК с присвоением воинского звания. Полковник и назначен командиром 171-го территориального стрелкового полка Прибова в городе Печери. В июне 1941 года направлен на учебу на КУВНАС при военной академии РКК МВ. Врунзе в Великую Отечественную войну Сауэсельг в декабре 1941 года окончил курсы и был оставлен в академии преподавателем кафедры тактики. В январе 1942 года он был направлен в УРВА на должность командира 354-го стрелкового полка 7-й Столской стрелковой дивизии. До апреля дивизия формировалась в Камышловских лагерях Свердловской области, затем переведена в город Егорьевск Московской области, где продолжала заниматься боевой подготовкой. 28 сентября полковник Сауэсельг был назначен командиром 249-й эстонской стрелковой дивизии, находившейся на доформировании в районе Г.Коломна. С 22 октября она состояла в резерве ставки ВГК, а в начале ноября была передислоцирована на Калининский фронт. С 13 декабря она в составе 8-го эстонского стрелкового корпуса 3-й ударной армии заняла оборону в районе Заречья, Каменкино, Фишково-Ос, Кислое-Рылово. 19 декабря вступила в бой с немецко-фашистскими войсками в районе Великие Луки на восточном берегу реки Ловоть. Участвуя в Великолугской наступательной операции, как командир дивизии Сауэсельг проявил себя с отрицательной стороны. Период операции растерялся и не смог управлять боем. За это 29 декабря он был отстранен от должности и зачислен в распоряжение Военного совета Калининского фронта, а его место занял Йоганн Ламбак. С 14 января 1943 года старший преподаватель тактики на курсах «Выстрел» в августе 1944 года переведен на должность руководителя тактики Харьковских курсов усовершенствования офицеров пехоты. По ходатайству секретаря ЦК КП Эстонии ТАФ «Каратама» 9 ноября 1944 года полковник Сауэсельг зачислен в запас Красной армии по СТ-43 ПА. После увольнения занимал пост начальника отдела военно-физической подготовки наркомата просвещения Эстонской АССР, затем заместителя министра просвещения республики. С июля 1947 года был начальником административно-хозяйственного отдела Министерства просвещения Эстонской АССР. С ноября 1952 года работал бригадиром цеха на жестяно-литографическом заводе «Норма» в городе Таллин. Сестра Артура Альма была замужем за Николаем Каратамом.